МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Светлогорск – город, хоть молодой, но уже развитой промысловостью. Причем такие предприятия, как Светлогорск-химволокно и целлюрозно-кордонный кабинет, я думаю, далеко за межами Беларуси, в ближайший час этот список пополнить еще одна творчесть. Завод сульфатной белой целлюрозы – самый масштабный инвестпроект, который сейчас реализуется в Гомельской области. Его кошта оценивается в 900 миллионов долларов. Развлековый термин окупности – в коллекте 10-х годов. У 2012-м Светлогорск-химволокно-кордонный кабинет заключил контракт с китайской корпорацией инженерных на САМСЕ. Минавито, гэта корпорация, даречи, займается будовництвом Беларусско-китайского индустриального парку у Минской области. Сгодно с умовами погоднения, объект партнеры повинны сдать под ключ. Керовник проекта ГОДСЗ обицае, гэта будзе саправды сучасная вытворцесь, побудованная высокопрофессийными специалистами. Наши технологии самые современные в данный момент по всему миру. Но аналогический завод тоже существует в Китае. У период наибольшей массовой будовли на Светлогорском заводе сульфатные бельяные целлюрозы прорсовали до 2000 китайских специалистов. Зараз их койкость значительно скоротилась. По отсутствии застались все основным отделочные работы и доброупорядкование территории. Усё, продовольженное проектом обсталивания, так само завезено и измонтировано. Зараз начинаются пусконаладочные работы. До речи, весь вытворчий цикл максимально автоматизованный. Койкость просующих изведена до минимума. Поставщик технологического оборудования и технологий является австрийский концерн «Андриц». Если говорить про эту компанию, то эта компания является мировым лидером в области поставки оборудования и технологий. И на сегодняшний день можно сказать, что это самое лучшее, самое современное оборудование. Новый завод повинен кардинальным чином изменить ситуацию у папировой промысловости Беларуси и принести к краине додатковую валюту. Сегодня вся обеденная целлюроза для очиных вытворцев набывается за межами краины. С пуском завода ситуация изменится коренным чином, а прочая того, значная частка вырубляемой тут продукции будет поставляться на экспорт, терять приоритетов рынки Евросоюза, Близкого Усхода и Китая. Из 300 тысяч, где-то 160-170 будет производиться для внутреннего потребления, чтобы обеспечить свои фабрики все. Ну а примерно 230-240 пойдет на экспорт. То есть мы убиваем сразу как бы двух зайцев. Во-первых, решаем проблему импортозамещения. Сегодня мы покупаем все это по импорту. И кроме того, мы решаем проблему экспорта, причем солидного экспорта. Алексин Чаров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Светлогорский район. Протягиваем выпуск. Завтра у нашей краине будет означаться День Мати. Это святое, которое украина к свету преподает на разные даты. У Беларуси традиционно означается 14-го Кострышника. На передо дни свято Гомельским областным объединением профсоюза отбылось урошистое мероприемство. На его были запрошены больше, как 40 женщин, которые работают в разных галинах народного экспорта комплекса Гомельшины от промысловой сферы до бытового обслугования. Объедновая этих представниц пригожей половы человечества тое, что все они являются членами профсоюза и клопотливыми мати. Дары 60 род запрошенных на мероприемство были несколько женщин, которые выховывают пять и больше детей. Они имеют гоноровое звание шмадзетной мати и узнагарожены орденом мати. Для гостей у Рашистоси в Доме профсоюзов была подрихтована насыщенная концертная и меньшовальная программа с уделом юных гомельских зорочек. Подобные святошные встречи в Гомельским областным объединении профсоюзов уже стали доброй традицией. Они завсюду проходят у теплой душенной атмосферы по сопровождении ширых сердечных слов подзяки и по жаданию адрес женщин мати. Милые мамы, с праздником вас! Добра, счастья, любви и долголетия! Чем дольше вы живете на земле, тем больше и дольше мы чувствуем себя детьми и чувствуем себя совершенно другими, защищенными и высоко-высоко любимыми. Вядомые белорусские спортсмены сустрелись с наученцами специального профессийно-технического в училище закрытого типу номер один у Петракове. До их завитали бронзовый призер Олимпийских гульнях 2004 года и восьмикратный чемпион света по велоспорте Наталья Целинская, серебранный бронзовый призер Олимпийских гульнях по Мастацкой гимнастыце Ксения Санковиш, а так само чемпион первых европейских гульнях по самбо Стяпан Папоу. У актовой зале установы отбылась двухгодинная размова. После шага директор в училище отримал от Национального Олимпийского комитета Республики Беларусь подарунок. Инвентар для занятков спортом. У специальным профессийно-техническим в училище закрытого типу учатся девчаты во взросле от 11 до 18 годов. У кожной из них своя гистория и непростый лёс. Порашение суда во установу трапляют термином до двух годов в залежности от учиненного правопорушения. Не глядяши на помылки у минулым, я не верать, что всё можно выправить. До помагчина в ученком училище знайсти свой шлях у житти выросли и представники Национального Олимпийского комитета Республики Беларусь. Авторитет олимпийцев, авторитет спортсменов, которые достигают чего-то серьёзного по жизни, он настолько высок, что может подтолкнуть других, если не к завоеванию олимпийских высот, мы к этому не призываем, а к победе над собой, в первую очередь. Победе над теми обстоятельствами, которые жизнь нас ставит. Визит ведомых беларуских спортсменов – соправды святочная падея. Сустреча у актовой зали отрымалась сябровской и душевной. Наученки смогли убачить звычайных людей, які не хапали зорок з неба, але, дякуючи неверогодной силі духа и працездольности, досягнули значных вышинь. У их житті так само были узлёты и падени, однак, з долюши перемогчил пешу чаргу самих себе, яны узышли на спортивный олимп. Мне хочется передать свой опыт, свой взгляд на жизнь детям подрастающему поколению, показать, чему можно вообще добиться в жизни, если стараться, трудиться. И если из этой толпы хотя бы один человек меня услышит и поступит правильно, и сделает что-то приятное, полезное и хорошее в жизни, это уже будет результат. Я думаю, наш приезд хоть немножечко как-то раскрасил их жизнь, я думаю, довольно обыденную здесь. И я очень надеюсь, что мы их хоть немножко как-то вдохновили, чтобы они стремились к лучшему и добились больших успехов, больших результатов в жизни. Это можно добиваться не только в спорте, а в любой сфере деятельности, поэтому я уверена, у них всё впереди. Знаковый момент уручения от Национального олимпийского комитета спортивного обсталявания. После встречи протягнула автограф-сессия. У свою чергу девчаты сделали подарок у отказ, уластные картины и невеликий концерт. Ты же лучше меня, пригласили меня, я терпеть не устану. Ты же лучше меня, ты добрее меня, ты моя мама. Это был первый, но не опошенный визит вядомых белорусских спортсменов. Они обещали в будущем обывасково вернуться в училище, но уже в большом расширенном составе. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель», Петриковский район. Актуальные темы, бояльные ведущие и тековые суразмоуцы. Кожный день по буднях у эфиры телеканала «Беларусь 4» программа «Добрый вечер, Гомель». В осень 2015 для медицины Гомеля выдалась саправды паспяховой. Першая кострышника в областной больнице открыли отделение хирургии позвоночника. А празд два дни тут зарабили першую в Беларуси операцию по одновлению разборанного позвонка. С этой нагоды авторы программы вырошили обмерковать новые технологии в медицине с ведущими специалистами Гомельшины. Темы для другой частки программы стало подведение выника у туристичного сезону. Глядите программу «Добрый вечер, Гомель» сьогодние в 19.00 на телеканале «Беларусь 4». Новины регионы, информацию о проектах телерадиокомпании «Гомель» вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресе www.tevergomel.by На этом выпуск завершено. У студии працавала Маргарита Шубукова. Усего доброго и до встречи в эфире.